Друзья мои, это зажигают свечи в день трагедии в память погибшим на горе Мирон. У нас в Натании на Кикароцмаут. Вообще во всем в Израиле объявили сегодня день траура. Я сейчас слышала по миру, что объявили день траура. Зажигают свечи, молятся. Друзья мои, в этой трагедии погибло 45 человек. 150 человек были ранены. Было задействовано два санитарных вертолета и три военных вертолета. 100 тысяч человек пришли в эту ночь молиться и праздновать, и отмечать праздник на горе Мирон. И оказалось большой трагедией для нашего народа. Мы очень скорбимы, мы очень в большой растерянности и в шоке. Сегодня Израиль от всей этой трагедии. Никто не берет на себя ответственность. Никому ничего не надо. Один перекидывает на другого. Пять лет назад в Израиле на свадьбе упал пол. Семь лет назад. И 30 гостей погибло. Тоже никому не было дела до этого. Сколько это все будет продолжаться. Как я поняла, что до 29-го, до праздника, мэр города ЦФАД, да, узнавал об этой проблеме. Или могут столько людей посетить это место. Но, конечно, никто не рассчитывал, что там будет 100 тысяч людей. И когда они приходили в сравнительно узком коридоре, после танцев и празднования, этот пол был скользкий, стены такие железные. Один человек упал, подскользнулся. И второй на него. И началась давка. И вот так получилась куча мала. И все дети погибли, взрослые погибли. И закончилась страшнейшая трагедия для всего израильского народа и для всего вообще человечества этого. О чем это говорит? О том, что в Израиле уже месяц назад были выборы, но президента нету. И готовьтесь, друзья мои, израильтяне, кто живет в Израиле, идти на следующие выборы, которые должны быть через пару месяцев, я думаю. Через три. Или я не помню, не хочу вам сказать точное число. Но что хочу я вам точно сказать, что цены каждый день, каждую неделю в суперах поднимаются на 10%, на 20%. Бензин дорожает. Что ни день, то еще шекель, что ни день, то еще обновление. Конечно, мало радости. сказать, я вам хочу. Спасибо за все. Спасибо за все. что Россия находится в области, что кто-то находится в области не может идти к стране, он должен идти к себе, и, во-первых, и о чем они думают, и о чем они думают, я не знаю. В другом, мы берем деньги, в другом, мы берем деньги, князки о мастерах, и они делают нам выборки. Израиль стоит хорошие деньги, поэтому мы это платим, а они гуляют. Вот так, что могу я вам сказать. И грязы не умерут, что они не мешают, мы в Эмхо Гигим. Они вам еще ха Баир, берехов Эрцель. Друзья мои, я прохожу по улице Герцель. Детки играют, это вход на наш Натаневский Кикар. Вот такие ворота стоят, и музыканты, друзья, вас встречают. Я продолжаю, друзья, гулять с вами по центральной улице Герцель. Конечно, чувствуется сегодня атмосфера траура, и даже больше говорить не о чем, потому что это страшнейшая трагедия. Просто многие люди приехали из-за границы именно на этот праздник. еще такой случай, когда взяли мертвого ребенка, зазвонил его телефон, и это была его мать. Прямо вот по телевизору говорили, прямо мурашки пробирают до крови, прямо до костей. Но это невозможно пережить и передать словами вообще. конечно, какое может быть настроение здесь. Посмотрим, куда это все нас приведет. Вот. Магазины тоже, я вижу, сегодня закрыли. Кроме этого, у нас еще 40% всех магазинов вообще закрылось в городе. И вообще по стране, не в городе, а 40% закрылось экономики. И пока оно все возродится и новое откроется, как Азохан Вэй, как говорится, знаете? Вы меня поймете. Я надеюсь, что у меня немного будет плохих причин, что мы будем встречаться только по-хорошему. А это что-то новенькое. А, это такой кофейный магазин. Давайте я вам зайду. Сниму. И шаранит салем на YouTube. И на хаверин. Тей, ханут, тей, в кафе. Все виды чая и кофе и фильтры. Сколько стоит чая? вот здесь написано. Вот 139 чекель. Это это кофе килограмм. кофе. Я извиняюсь, друзья, это кофе. 139 159 это килограммы. Вот это вот капсулы для экспрессо. мы находимся на улице Герцель 15 в Натании. Добро пожаловать, друзья мои. С вас чашечка кофе. Смотрите, а это чай, друзья. Такой магазин приятный. Это новый магазин. Буквально вот, наверное, на днях, потому что мы пару недель назад его не нашли. Здесь и чашечки. Все это так машинки для кафе. Немножко сделать вам приятного настроения. Да, и вот чайнички разные, друзья. Окей. Друзья мои, шикарный магазин кофе Юлис Майнел. мне сделали чашечку экспресса. Хороший товар. Вы можете приходить. Герцель 15 Натаня. А это хороший кожаный магазин обувной. Бианка. Тоже Герцель 15. Вот, Рыза, смотрите. Да, это тоже я здесь покупаю. Можете приходить, не сомневаться. Ни на одну минуту вас не обманут. Вот, скидки сапоги 250, сапоги 300 и сандали 200. шалом. Маш ломаха. Маш ломаха. Есть лето мяч 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 лето. Ханут. Есть Маш Магаффа Гаво Вишвили Митси Ато Хаворим Магампо Никона Рцель 15 Бианка Брухим Абаим. Друзья мои, вот в этом магазине я купила шикарные кожаные сапоги Ботфорды за 300 шекелей. И у меня очень хорошо поднялось настроение. Я даже вам открою секрет почему. Потому что я в прошлом году купила точно такие же у него. И они стоили 800. А сейчас я купила один к одному и за 300. И вот теперь я иду и радуюсь. У меня хорошее настроение поднялось немножко. Хаверим они умерет шана шавра не каните ото могав бешмонаму чеки лякшав а не каните ото бешло шмот. А савоу хаверим зами откидай. Друзья мои я вам говорю это очень стоит я вас приглашаю за 100 долларов шикарные кожаные сапоги высокие ботфорды. Они модали коля цуфим великоле хаверим шиля орудь. Ставьте лайки друзья мои подписывайтесь на канал мне будет очень приятно получать от вас ответные комментарии все что вас интересует вы были на канале израиль а нас и про нас заходите на мой инстаграм и я вас приглашаю на мой второй канал израиль и его плюсы с вами была Алина Израиль Натания